На набережной Петрозаводска не по-июньски холодно, всего плюс 10, но только не для них. Это пока еще не олимпийский вид спорта, но достаточно широко и быстро развивающаяся дисциплина. Международный фестиваль экстремальных видов спорта Кубок Балтии в Петрозаводске проходит впервые. Для зрителей соревнования по каякингу в столице Карелии давно не в новинку. Воркаут. Вот что здесь, еще не видели. Показывать было просто негде. В Петрозаводске большинство площадок старые, советские. Это первая в Карелии специализированная площадка именно для уличных тренировок, для воркаута. И крупнейшая на данный момент. Пока на площадке сплошная круговерсь, московский блогер Максим Степанов снимает любительское видео. Друзья, смотрите, что в Петрозаводске есть один товарищ, который изготавливает тренажеры. Степанов основатель известной школы самооборона 100%. И эта съемка для него – самый, что ни на есть, нокаут. Тема какая? Короче, здесь целый спортивный городок, где можно бесплатно позаниматься зожем. Боец Степанов снимает на мобильный телефон и понимает – такого не увидишь ни в одном российском городе, даже в Москве. За этот уникальный городок с множеством тренажеров мэрия Петрозаводска не заплатила ни копейки. Это подарок одного из горожан. За что? Просто так. Так, а вот местные жители, как раз у них мы и спросим, а как зовут тот предприниматель, который сделал такой подарок городу. Мы решили, кстати, уточнить, а кто это? Как его зовут? Ты не сбиваешь, не почитаешь нам по-другому? Давайте подойдем посмотрим, где-то написано. Просто знаем, что есть... Петрозаводский – фамилия человека, который подарил этот комплекс практически у каждого на слуху. Так часто бывает в России. Город знает, еще как знает, но просто забыл имя и фамилию. Фамилия его Маркелов. Маркелов, запомните, это вот просто уникальный человек. Этот фестиваль официально проходит при поддержке Министерства культуры Республики Карелия и администрации Петрозаводска. Впрочем, его могло и не быть. Андрей Курносов на перекладине совершает один подъем-переворот за другим, демонстрируя всем, кто кто, а он уж точно не сорвется. А фестиваль мог бы, ведь этот турник и брусья, и рукоходы построены совсем не на бюджетные деньги. Мы обратились в компанию «Барбель» к ее владельцу Маркелову Владиму и предложили провести такой как бы симбиоз водных и городских видов спорта. Соответственно, наша идея встретила полное понимание. И вот за прошедшие полгода была построена отличная площадка, была построена рампа для прыжков, и вот как бы все это закрутилось. Предприниматель Маркелов тот, с чьей помощью все закрутилось и все закрутились на труниках. На открытии фестиваля ему, конечно же, предоставят слово. Но Маркелов торжественных речей не готовит. Так, а что тут говорить? Это, в принципе, просто дежурные фразы и все там. Построили площадку, ну, для воркаута, да, пусть занимаются. Окраина Петрозаводска. Промышленная зона. В советское время здесь завод соседствовал с заводом. Сегодня о том, что за этим забором находится самое настоящее производство, подсказывает лишь неприметный КПП. Своё первое детище он создал ещё в 80-е в кооперативе. Сегодня в линейке компании более 250 тренажёров. За 30 лет работы производственник Маркелов победил бизнесмена Маркелова. Сегодня именно производственник Маркелов учит Маркелова-предпринимателя, как вести бизнес и как выжить в современной России. Если ты хочешь, условно говоря, заниматься производством, ты должен научиться конспирации, как дедушка Ленин. То есть учил этому, и, как говорится, конспирация, конспирация, конспирация. Это его слова знаменитые. То есть в данный момент уходить в глубокое подполье и прятаться. Маркелов осознанно ушёл в подполье. По-другому просто не получается работать. И из своего подполья он объявил в партизанскую войну. Государство. В основном это государство, конечно. Это твой враг. Надо отдельно признать это, откровенно. Это твой враг. То есть Родину мы любим. Это безусловно. Но государство – это инструмент насилия, который постоянно применяет к тебе со всех сторон. То есть ты понимаешь прекрасно, что в данный момент ты постоянно находишься в этом состоянии. Для нас это, будем говорить так, война – это норма. Для него война стала нормой уже давно. В 90-е, казалось, страшнее бандитов для бизнесмена ничего не может быть. Но левые показали – строгие деловые костюмы куда опаснее костюмов спортивных. Да, это мы называем системной коррупцией, потому что ты платишь всё время. То есть это не относится к налоговым платежам, не относится к каким-то обязательным платежам. Это идёт оплата постоянная каких-то документов. У нас примерно 80% уходит производственного времени на то, как, условно говоря, будем ридировать, как будем уходить от очередной, так сказать, государственной, как говорится, новой бумаги какой-то, которая нас давит. Потому что государство работает с точки зрения только силы. Оно не договаривается, не разговаривает, не общается. Это просто вот такая, там, мужик, я тебя заломаю, отдай мою долю. Вот из этой серии идёт разговор. Заметитель главного инженера Сергей Гудков показывает производство. Старые цеха выглядят неказисто. Но здесь за глянцевой картинкой никто не гонится. Да, мы далеко от Москвы, там и далеко от крупных городов. Но Россия всегда крепла, чем производством. Производством, технологиями, смекалкой, навыками и людьми. Правильно Маркелов делает то, что и готовит, и заботится о людях здесь. И в этом отношении, наверное, трудно было бы удержаться любому другому предприятию на протяжении 30 лет. Стоя в цеху, Сергей Гудков больше говорит не о материальной базе, а о литературе. Пусть и технической. Библиотека наша знаменита тем, что, несмотря на то, что интернет заполонил пространство, все сегодня чуть-чуть гуглят, там, значит, и поисковую машину включают. Да, у нас уникальная техническая библиотека. Она сохранилась от разрушенных заводов. Мы её сохранили. Они сохранили не только учебники и справочники. В дефолт 98-го, как ни странно, Маркелову принёс дивиденды. Не в деньгах, в оборудовании. Мы стали брать много заводов, покупать. Бывало, целиком покупали заводы даже с оборудованием. Тогда всё стало разваливаться. 98-й год, кризис. Мы стали покупать много токарного, фрезерного оборудования. Всё это свозить с разных стран, из Карелии, из других регионов. То есть и организовывать производство. Уже серьёзное уже. То есть, ну, за счёт того, что уже вот такая ситуация развернулась. Пока одни банкротили предприятия и распродавали станки, он покупал. Сегодня на его производстве последние научные разработки соседствуют с самыми настоящими артефактами истории. Перед нами уникальный станок, нагревательный станок. Установка током высокой частоты нагревает. Достался он нам с Кировского ленинградского завода по наследству, можно сказать. Таких станков осталось всего три в России. Вот один из них у нас. На Кировском заводе закаливал торсионы для танков. Сейчас мы на нём закаливаем грифы для штанг. Андрей Жерниченко у Маркелова работает уже 12 лет. Андрей в прошлом кузнец. Трудился на Онежском тракторном, пока завод не закрыли. Онежский тракторный завод закрылся, я не знаю почему. Развалился просто. Когда существовал ещё со времён Петра, можно сказать. Почему закрыли завод, Маркелов знает. Разговаривал о судьбе предприятия с очень знающими людьми. Я как бы по этому поводу говорил, зачем вы в Онежский тракторный завод ломаете? Серьёзно, с министром экономики разговаривал. Зачем вы его ломаете? Вы его полностью крушите. Он говорит абсолютно, вот с точки зрения обывателя, правильные вещи. Говорит, ребята, вы знаете, говорит, ведь этот завод, он как таковой, он там уставившие технологии. Там уже совсем, там всё вот это советское, всё допотопное. Его надо разрушить. Мы его разрушаем полностью до основания, потом приходит какой-то инвестор, строит новый тракторный завод, и мы начинаем выпускать трактора. То, что он слышит наверху, его и удивляет, и по-настоящему пугает. Своей нелогичностью и где-то даже недальновидностью. С точки зрения рыночника, он говорит, абсолютно неправильно. Он есть, говорит. Ведь мы основном занимаемся чем? Что мы либо удерживаем рынок, либо захватываем новые рынки. И неважно как, то есть тракторный завод не должны были разрушать. Вы должны были удерживать рынки сбыта. В первую очередь, это была основная задача. Зачем мы уничтожали вот эти производства, которые, в принципе, худо-бедно, вот этот трактор, он был востребован в Африке, в Бразилии, в Южной Америке, его с удовольствием брали. Начальник литейного цеха Фёдор с говорящей фамилией Железкин в компании Маркелова уже 8 лет. Здесь процесс тот же, как и полувека назад. Технология не меняется. Если работают все три блока, значит, порядка 8-12 тонн в смену мы выдаём, это нормально. В горячем цеху начальник Железкин затрагивает горячую для всех рабочих людей тему. Кто после него будет ковать это железо, а значит, ковать экономику страны. Сейчас, ну, это как во всей стране, квалифицированных рабочих рук не хватает. То есть все у нас побежали за высшим образованием, все у нас, вся страна юристы, а нормального, квалифицированного рабочего, ну, днём с огнём. Поэтому приходят на наш завод молодые, перспективные люди, значит, соответственно, если у человека есть желание, есть, ну, такие какие-то свои внутренние способности, мы, значит, обучаем на месте, если у него нет подготовки. То есть кадры воспитываем, ну, фактически на заводе. Врага государства номер один в 2006-м взял на заметку журнал «Форбс». Посчитал, 70% российского рынка тренажёров выпускает именно компания Маркелова. А ещё через три года его заметил и президент страны. Это был момент, когда Дмитрий Анатольевич Медведев решил на авианосец подарить тренажёрный зал. К нам обратилась в Министерство обороны сделать, причём достаточно, так сказать, ну, быстро. Ну, в общем, светзаказ. Мы его сделали. Деньги поступили с Министерства обороны. Значит, у нас всё, ну, контракт закрыли. У нас благодарственные письма от Министра обороны. Ну, в общем, молодцы, справились. Заказ выполнили, и в компании Маркелова все выдохнули спокойно. Никто, конечно же, не знал, что идёт ещё один заказ с налоговой инспекцией. Они просто-напросто решили обвинить нас в том, что, значит, тренажёры никакие мы не поставляли. Значит, и, условно говоря, значит, снять с нас деньги за то, что, как говорится, это... Ну, как поставить... Поставляли это потом, они вынесли обвинение. Сначала они вынесли обвинение, что деньги, значит, поступили не с Североморска, где стоял этот авианосец, а с Министерства обороны с Москвы. Нам выписали достаточно большой штраф, многомиллионный причём. Мы начали судиться. Судили, судили, судили. Деньги... У нас такая система, что деньги сначала забирают, потом там блокируют счета и так далее, чтобы как бы обеспечение. Маркелов принципиально судился пять лет и даже выиграл процесс. Денег, понятно, из бюджета никто не вернул. Тут любой сразу осознает, с таким государством мало кому по пути. Мы работаем честно, мы трудимся честно. Почему в таком случае к нам могут поступать, к производству могут поступать нечестно, не лично ко мне, а к людям типа Маркелова, предприятиям. Отчасти вы правы. Наверное, здесь власть не заточена на то, что государство по сути своей есть аппарат, аппарат управления, но аппарат должен быть работой для людей. И в данном случае я слышу справедливые, в общем-то, иногда вопросы у людей, почему же мы платим налоги, мы работаем, да, казалось бы, отечеству помогаем. Почему отечество-то так вот, к нам-то так, задом-то поворачивается? Почему? У многих такой вопрос. В старых производственных ангарах кипит работа. Вот только теперь, по всем документам, на этой площади жизни нет вообще никакой. Юридически этого производства просто нет. По-моему, у нас много фирм, я не знаю, наверное, их, мы, честно говоря, количество даже не знаем. Это много фирм. Раньше, конечно, была одна фирма, но когда государство пошло, вот уже, вот просто, как говорится, ну, по большому счету, вот, беспредельничать, да, ну, вынуждены были дробиться, и много фирм ввели. Дальше больше. Компания МВ Барбел расшифровывается просто. Первые буквы МВ – инициалы. Маркелов Вадим. Барбел с английского – штанга или гантель. Но автор всех тренажеров и основатель компании Маркелов никакого отношения к этому бизнесу по документам теперь тоже не имеет. Ну, на самом деле, я, если про меня говорить, я сейчас должности не занимаю такой официальной, то есть никакой. Я вообще выведен, как бы, из-под систему. Ну, как о стилях представить? Бизнесмен, предприниматель? Да, предприниматель. Просто предприниматель. Какой же бизнесмен, предприниматель-то какой у вас? Наверное, бизнесмен, да. Ну, я официально, я ничем не руковожу. У меня там официально маленькая компания, там, в одном лице, там, торгуют этими электроприборами. За последние 15 лет, что бы ни случилось, из его компании практически никто не увольнялся. Устроиться сюда – вот уж в самом деле удача. И у Маркелова девиз в первую очередь люди. И к людям относятся в первую очередь зарплата, все остальное потом. Я здесь сам работаю около 10 лет. Раньше работал на другом производстве. Там у меня тоже я там был самый высокооплачиваемый специалист. У меня была зарплата 15 тысяч. Когда я пришел в этот цех, а начинал я со слесаря, со слесаря обычного, ну, я работал у нас зельно, премиально. Я в первый же месяц заработал 27 тысяч. У меня тряслись руки, когда я получал эту зарплату. Фестиваль Кубок Балтии в самом разгаре. На новой площадке для воркаута не потолкнуться. О своем подарке Маркелов говорит немного с грустью. За три дня до соревнований администрация Петрозаводска решила площадку снести. Официальная формулировка портит архитектурный ансамбль «Набережный». Такого подъема переворота не ожидал никто. Это очень странное решение было, честно говоря. Я рад, что они в итоге ее не снесли, потому что, ну, ребятам нужно где-то заниматься. Им нужно создавать такие центры, ну, места сборов, где они могут пользоваться для здоровья, для силы тела и духа. Собираться, общаться, тренироваться. Им нужно таких мест, наоборот, создавать как можно больше. Площадка для воркаута – второй подарок Маркелова родному городу. Первый был вот этот – три года назад. Тогда предприниматель спроектировал и построил на собственные деньги тренажерный зал прямо на улице. Это мой нохар, да. Значит, в чем особенность тренажера? Во-первых, он сделан в виде экзоскелета. Это первое у него. То есть? То есть он, условно говоря, сделан в рост человека, чтобы человек занимался только стоя, потому что это улица. Потому что на улице человек должен заниматься в обычной, может, даже надежде. И чтобы, если что, у него только стопа могла, условно говоря, ну, как говорится, соприкосновалась с землей. То есть, чтобы он не садился и не ложился. Это основной принцип всех этих тренажеров. Маркелов придумал то, что, казалось, лежит. Вернее, стоит на поверхности. Показав свое ноу-хау всем, он устроил самый настоящий переполох на рынке спортивных тренажеров. Тогда о нем заговорили во всем мире. Мы сделали, вот, все-таки, как говорится, продукт с мировым уровнем, с мировыми минимумами и так далее. Вот это приятно. Потому что мы, конечно, мы сделали, опять же, вот, как я говорил, пробник сначала. Выехали на небольшую выставку. Там было 25 тысяч человек всего в Германию. Мы показали, заключили где-то, где-то, ну, около 40, примерно, клиентов захотели с нами работать. А потом поехали на большую выставку, где уже было 150 тысяч человек, и был весь мир представлен. Вот, представляете, когда весь мир привез одинаковое, ну, худо-бедно одинаковое. А мы привезли вот то, что привезли, вот, именно, вообще все свое. Вот вообще ничего не скопировано, свое. Вот так бах. В рекламных буклетах эта площадка значится как стрит, то есть уличная. На них расписана очередь вперед. Все 100% заказов зарубежные. Совсем недавно позвонили из Германии. На том конце трубки сказали, вас беспокоит из Федерального Министерства Обороны. И ведутся переговоры о конфигурации, как бы, спортивного зала, который нам предложили поставить в армию Бундесфера в Германии. Да, они не только заинтересовались, они именно, что, как бы, хотят, как бы, у нас хотят разработать некие программы, чтобы именно наши тренажеры участвовали, как бы, в развитии этих программ, именно занятия спортом, как бы, в армии. Солдаты Бундесфера в скором времени будут заниматься на уникальных тренажерах, придуманном российским бизнесменом, разработанными российскими инженерами и созданными российскими рабочими в старых заводских цехах. Немецкая армия будет тренироваться именно на них, потому что пока лучшего еще никто в мире не придумал. Из российских чиновников Маркелову пока никто не звонит. Вопрос, насколько далеко зайдет заинтересованность, это уже, к сожалению, зависит больше от чиновников, а не от нас. Даже не от желания, солдат, военных, а именно от желания чиновников, как это все будет, как это все будет происходить, распределяться и так далее. Сидя за компьютером, он показывает и показывает множество роликов. С испытаний и международных выставок. Вот немцы с восторгом принимают заказ. А вот итальянский тренер по фитнесу тестирует тренажер. Удивлен и поражен. Съемок с российских мероприятий у Маркелова практически нет. А тут даже был как-то случай, это самое, в этот, мы как-то на одном каком-то совещании, мы что-то стоим, что-то показываем, и депутат какой-то стоит и говорит, поддержите малый бизнес, ну, в отношении к нас. Понимаете, так, поддержите. А второй депутат тоже с Госдумы подходит, такой серьезный, такой раз руку тянет, ну, ко мне там, ну, как бы здорово, сядь, ну, я раз ему, говорит, поддерживаю и пошел. Понимаете, то есть вот такой вот, почему он не серьезно, так посчитали, что это поддержка. Ему несколько раз предлагали бросить все и организовать бизнес за рубежом. И, конечно, он, наверное, думал и просчитывал, но пока окна его кабинета выходят на старые цеха, в которых, несмотря ни на что, идет работа. Опять же, вот у вас, я наверняка, в голове вопрос, а что ты тут потерял вообще в этой стране? Вот я знаю, что вы его не спросили вопрос, но вы сейчас данный момент. А вы знаете, мы в ней комфортно себя все равно чувствуем. Все-таки работа занимает какую-то определенную только часть нашей жизни. Все остальное, в общем-то, достаточно комфортно. То есть мы комфортно чувствуем среди своих друзей, своих близких, родных. И я, знаете, вам больше скажу. Вот тот коллектив, который здесь собран мною за 30 лет, это коллектив, который реально может создавать супер продвинутые продукты. Мы 30 лет занимаемся производством, а мы как эти белые эти тараканы, которых травили, 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 травили. И сейчас уже дуст их уже не берет, ничего не берет. Они просто все равно идут своим путем и все. Он как тот белый таракан, которого ничем уже не возьмешь. Слишком многое и повидал, и испытал. Ни на кого не надеется и не ждет помощи со стороны. Просто идет своим путем. Где-то на пролом, а где-то в обход. Путем, известным только ему, но и еще, нескольким белым тараканам. Субтитры подогнал «Симон»!